Виды кистей натуральные, белка мягкая, подходит для лисировок и прорисовки мелких деталей. Быстро изнашивается при работе с акрилом, колонок более упругая, чем белка. Подходит для более широкого спектра работ, требует бережного ухода, щетина жесткая, подходит для создания фактурных эффектов, может деформироваться со временем, синтетические, нейлон, прочные, упругие, хорошо переносит акрил рекомендуется для начинающих. Особенности работы с акрилом, акрил имеет крупный помол пигмента, поэтому кисти быстрее изнашиваются, акрил быстро сохнет, поэтому кисти нужно тщательно промывать после каждого использования, уход за кистями, промывать кисти сразу после работы с мылом и теплой водой. Использовать специальные средства для очистки кистей, хранить кисти в вертикальном положении в прохладном месте, не допускать засыхания краски на кистях, влияние пватемперы на кисти, пватемперы могут склеивать ворс кистей. Рекомендуется использовать отдельные кисти для акрила и пватемперы, дополнительные советы. Не используйте кисти не по назначению, не оставляйте кисти в воде на длительное время. Регулярно осматривайте кисти и заменяйте их при необходимости. Спасибо за внимание, я буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok